Друзья, всем привет! Опять бла-бла-бла-бла выпуск. Мне захотелось поставить камеру, порассуждать на тему. Я даже не знаю, как начать. Я иногда сижу просто, допустим, пью чай, смотрю какие-то лекции. В общем, какие-то свои дела делаю такие абстрактные. И у меня появляются идеи, появляются какие-то рассуждения. Я внутри себя рассуждаю, рассуждаю, перевариваю, всякие концепции и прочее. И иногда этим хочется поделиться. Сразу скажу, что все мои рассуждения навряд ли максимально объективны, абсолютно не факт. Но вот такие мнения зреют, и есть потребность быть услышанной в этом. Сегодня хочу рассуждать про мастерство. И я сейчас буду это обсуждать в большей степени относительно хендпанов, язычковых барабанов, вот этой сферы инструментов. Хотя мне кажется, это вполне себе переносимое на другие музыкальные инструменты. Но больше от этого. Как идея поговорить про это влетела в мою голову. Просто листала лента в инстаграме, ну и попадаются мне разные личности, которые играют на инструментах. Некоторые из них довольны на слуху. Но при этом ты понимаешь, что это немножко не то. Ну я имею в виду уровень игры который мог демонстрировать человек при этом как бы относя себя к довольно высоким рангам он условно не соответствует. Что я хочу сказать. Я не буду сейчас ни конкретных имен, это вообще не имеет никакого значения. Я просто хочу для тех, кто в этот мир инструментов входит понимал какие-то крючки, области мастерства. Потому что из-за того, что контента на тему хэндпанов это сейчас мейнстрим и контента просто тьма тьмущая на самом деле качественного контента очень мало. И я себя пока к этому качественному контенту по факту не отношу. Наверное только к более-менее качественным преподавателям. Что касается музыки, у меня настолько высокие стандарты, что я очень еще далека от того, чего бы мне хотелось давать людям. Но туда стремлюсь. Так вот, мастерство в этих инструментах. Первое. Самый первый, самый вообще просто базовый, наверное, показатель чистота извлечения звука. Вы себе не представляете, сколько грязно звучащего контента в интернете. Там человек может просто какие-то круголя наворачивать, там какие-то суперфишечки. но при этом ты понимаешь, что у него наполовину шлепающий звук. Я сейчас не говорю про новичков, когда просто руки не поставлены. Но когда ты играешь давно, попадай мягко, попадай без без всяких вот таких вот моментов, то есть, если человек потыкается на уровне чистоты звука, то не надо впендюривать никакие красотулечки, то есть, сначала доведите свою чистоту звука до хорошего стабильного идеала. Просто для меня, если вот это появляется, ну ладно, там, опечатку, условно, играл свою сложную партию, и вдруг там что-то не так пошло, а снимать 10 тысяч дублей не хочется, это ладно. Но когда ты слышишь раз за разом, что чистоты звука нету, ты такой, ай, 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 не надо. Вот, поэтому самое первое, первый критерий, это чистота извлекаемого звука. Такая аккуратность, знаете, вот, бережность к тембру, ну, потому что не надо просто что-то невнятное там. Скорость вообще не показатель, показатель это аккуратность, аккуратность игры для меня это прям такая галочка. Второй показатель это эффективность передвижения человека по инструменту. Разные люди в силу своего предыдущего опыта, кто-то перкуссионист, у них свои определенные стереотипы движения уже наработанные в руках, так почему бы их не переносить на хендпан? Они так и делают, и правильно делают. На кого-то еще какие-то движения там из других областей, но передвижение по инструменту должно быть, ну, как бы эргономичным. То есть, если человек там, ну, вместо того, чтобы как-то прокатить руки, сделать на одном импульсе несколько движений, сделать там, не знаю, какое-то такое движение, делая просто долбит там одним пальцем по одной ноте, для меня тоже возникают вопросы. То есть, как бы, опять, наверное, это некоторая внимательность к деталям. Если человек профессионал, то он понимает, что для фишек ему нужны эффективные движения рук. И он либо смотрит, как это делают другие люди, либо подбирает там с какой-то перкуссионной базы. Но он внимателен к тому, как он делает фишечки, удары и так далее. И сюда же будет, в этот же блок можно, к движениям к эффективности, про тело рассказать. Про то, как человек вообще как-то крупную моторику свою организовывает тоже. Если вы видите там, даже если мелодия, как бы, выглядит красивой, но там что-то... Вот, как бы, вот такие всякие пассы руками, то вот, тоже такое себе, конечно. Всё, что связано с эффективностью, оно не требует крупной моторики вот этого всего колдовства. Всё, всё настолько около инструмента схвачено, каждая секунда, как бы, выверено, что вот такого цирка там нету. Всё, наоборот, выглядит довольно, как бы, в хорошем смысле сдержанно. То есть там нету вот этого... Всё прям... Я ещё не умею эти движения показывать, которые мне хотелось показать, но всё прям вот близенько. К инструменту. Нет лишнего. Мастерство про то, что лишних стереотипов движения нет. Всё выверено. Третий очень важный критерий — это, я бы назвала, понимание своих действий. Для меня признак мастерства, если человек очень чётко даёт себе отчёт, что он только сейчас делает, что он только что сделал. То есть не то, что я там что-то наделал, наделал, и его спросишь, а как ты это сделал? И он такой, не знаю. Ну вот, он как бы, условно, получается, делал какие-то автоматизмы, за которыми сам не следил, и это было что-то непонятное даже ему. В идеале человек, который хорошо играет, он, в общем-то, понимает всё, что он делает. Даже если он не понял мельчайшие детали, ну какие-то у него выскочили, он хотя бы понимает, из какой структуры он мыслил, там, что он хотел этим сказать. Но мне кажется, чем выше уровень мастерства, тем больше человек внимателен, а значит, может дать отчёт о каждом своём действии внутри музыкального акта. Это тоже логично. Поэтому, когда увидите вот эти вот пестрящие посты, где все такие офигенные, блаженные и так далее, чаще всего это либо автоматизмы какие-то, просто супер наработанные, дальше в них человек не может выйти, либо он просто как бы вот условно вошёл в определённое такое потоковое состояние, но абсолютно не давал себе отчёт, что он там делает. Но чаще всего, если мастерства в руках нет, то он делает что-то, что у него уже в багаже есть. А багаж обычно минимален, по-разному. Но я сейчас говорю про вот это большинство контента. Следующий момент, наверное, вообще самый крутой. По крайней мере, для меня вот в сфере этих инструментов это просто, ну как бы без этого никак. Я назвала для себя его ориентация во времени. То есть это мастерство управления временем, а это значит, что человек чувствует вот этот пульс пространства, в котором он идёт или его коллектив идёт. И, ну в общем, он очень хорошо чувствует время, может его по-разному заполнить, чувствует как пульсирует. Я называю это пульсацией пространства, я думаю, у разных музыкантов по-разному, у кого-то ощущение тела. Но он чётко понимает, в каком моменте времени находится его музыка. Сейчас он придёт в долю, не придёт. Сейчас он специально ускорился, сейчас замедлился, раздробил пространство на такие мельчайшие доли. Или взял другие пульсы. Но вот это чёткое понимание, в каком моменте времени ты находишься, мне кажется, это тоже показатель профессионализма. Конечно, наиболее прокачан этот момент у людей, которые пришли из перкуссии, из разных барабанов, назовём это так. Потому что там это основной показатель, там ты имеешь основным моментом работу со временем. Но здесь это так же работает. Не обязательно быть хедрённым перкуссионистом, пытаться всё делить на мельчайшие долечки, но просто понимать, где ты находишься, в нужный момент сделать паузу, разукрасить свою игру, даже если это просто четвёрочка какая-то. Просто понимание вот этого пульсирующего пространства, это очень важно. И поэтому меня огорчает, когда люди не работают с ритмом, не работают с метрономом, ну или какими-то аналогами. Просто там может играть, у вас слушают барабанный ритм, какие-то видео с ютуба, неважно. Но тренировать себя, чувствовать время, это вообще основополагающее. Иначе куда в пространстве вы кидаете свои ноты, если не во время? Во время! Следующий признак мастерства, он не самый главный, но когда человек играет долго, он естественно есть. Это фишечки. Вот здесь как раз уже чаще всего людям помогают какие-то знания извне. Пока из всего, что я наблюдаю, самые техничные в плане фишечек люди опять-таки это перкуссионисты. Ничего тут странного нет. Когда развита мелкая моторика пальцев, естественно, это переносится на хантапаны. Мне эта тема сейчас тоже интересна, я в ней потихоньку развиваюсь, ничего пока не показываю, потому что мастерства еще не достигла. Когда будут какие-то успехи, тогда я покажу. Но я имею в виду всякие типы ударов, всякие там пеланги и прочее. Вы можете посмотреть там, например, как играет Кирилл Ошеров, как играет Надишана. У них это все очень здорово развито. На них лучше посмотрите. И все будет понятно, что я имею в виду про фишечки. Причем нужно понимать, что это не фишечки ради фишечек, а это фишечки, которые занимают свое правильное место внутри музыкальной идеи. Не чтобы выпендриться, а на самом деле это идея, которая в этих фишечках передается в нужный момент времени. Если человек просто получил фишечки, куда-то их там, куда ни попадя тыкает, это тоже для меня не признак мастерства, а признак какого-то, знаете, гордыни, что ли. Я не знаю, как сказать. Ну, эго его играет сейчас, не он. Хотя такая стадия тоже возможна. У меня есть такой момент, когда я учу какой-то прием. Вот, например, давным-давно, когда я учила вот такой двойной удар, просто для того, чтобы он сформировался, я специально, намеренно, именно в процессе самообучения, пихала его максимально везде. Вот, во все, что я знаю, максимально его добавляла, ну, просто, чтобы мое время обучения было занято им. Но это отдельный вид. То есть не то, чтобы в музыке он постоянно появляется, а в обучении, да. А в музыке фишки должны быть дозированы. Иначе это просто какой-то, какая-то безвкусица салата с всех ингредиентов. Следующий фактор – это наличие музыкальной идеи. Тоже, как бы это ни было странно. Иной раз тебе скидывают люди, видео, Наташ, глянь, там как круто играет человек. И ты слушаешь, да ну не круто. Ну почему не круто? Потому что за тем, что он играет, нет никакой осознанной мысли. То есть он просто реально двигает руками, может это складывается в какие-то узоры, но ты не чувствуешь, что это не то, чтобы произведение. Произведение – это отдельное искусство строить музыкальные произведения. Но там даже нет музыкальной мысли, музыкальной простроенной фразы красивой. То есть это как будто просто такой выплеск. Это тоже неплохо, но к мастерству не имеет отношения. То есть умение построить какую-то музыкальную мысль, четкую, сформулированную, это мастерство. Но это как с речью. Человек может нести поток речи, может даже использовать красивые обороты, но при этом ты такой, а смысл-то в чем? Что вы сейчас хотели сказать? Вот это то же самое, когда ты слушаешь и понимаешь, что чего хотел сказать автор. Ничего не понятно. Следующее – это уже вот можно рассказать про композиции. Умение строить композицию. Это очень круто. Во-первых, музыка, ну вот сама музыка, она может строиться очень по-разному, в зависимости от своей концепции. Но для меня это тоже умение как бы свою музыкальную мысль, за ней может стоять образ, может не стоять. Все люди мыслят по-разному. Но смысл в том, что умение вот эту музыкальную мысль развить из чуть-чуть, сделать максимум, менять части, виды изменять, вот пластично вести процесс. Ведь музыка – это то, что разворачивается во времени, а значит, ну качественная музыка не может быть все время как бы вот такой. Она оп-тут-ры-ты-ты-ты-ты-ры. То есть она процессуальна и в своем процессе симпатична. И опять, почему меня очень многое, что кидает, никак не вдохновляет, или что я вижу из обычного. Ну потому что в этом нету законченности. Это знаете, как сказать, для меня хорошая музыка не только на хэндпане, а вообще это музыка, которую ты слушаешь, и это как вот маленькую жизнь пережить. Пусть она там длится три минуты, у кого как, тоже в зависимости от культуры, там произведение может от одной минуты до пятнадцати и больше длится одна мысль. Но ты вот погружаешься в это прослушивание и чувствуешь, что это процесс, который имеет свои стадии, имеет свое развитие, а не просто что-то, ну вот опять, как бы бессмысленное. Вот, процесс, за которым интересно наблюдать, потому что ты вот слушаешь, слушаешь, опа, еще какая-то деталька добавилась, опа, пришли в известную тему, опа, еще изменилось. То есть это вот такое, хорошая музыка, она включает состояние наблюдателя за этим процессом. Это как любоваться красотой природы, как смотреть фильм, как читать книгу. Вот такие ощущения вызывают. Если ощущения такие не вызываются, я лично не могу это слушать. Просто сразу как бы нет. Следующий признак – это умение вести импровизацию. То, что такое, знаете, немножечко затертое слово. У него много грани мастерства. Импровизация – это такой многосторонний процесс, когда ты как бы свободно играешь. На самом деле никакая свободная игра не строится просто из облаков, она строится на том, что у человека уже внутри него есть, потому что мы не можем взять и вынуть из себя того, чего в нас нет. Но умение, как бы, если композиция – это была простроенная, мысль специальная, ну как бы мы ее строили долгое время, мы делали композицию, как замок такой. То импровизация – это умение строить мысль в моменте. Это вот как, знаете, представить, что два поэта стоят, и они в моменте сочиняют стих. Вот примерно такой же процесс импровизации. Чем больше у них словарного запаса, речевых оборотов, мастерства владения рифмой, тем интереснее будет это вот импровизационное стихотворение. И тут то же самое. Но этого процесса бояться не надо. Я вообще считаю, что нужно пытаться импровизировать чуть ли не с самого начала. Когда вы только научились делать удар, строить свою импровизацию на навыки того, что вы умеете делать удар. Потому что уметь себя расшатать, как бы в моменте строить, пусть это будут короткие, но ваши мысли – это очень важно. И следующий момент тоже такой мега важный, но здесь, мне кажется, уже люди сильно разделяются. Это момент взаимодействия с другими музыкантами. В идеале, если мы берем, как это сказать, такой несуществующий образ идеального музыканта, здорово, если он имеет развитые две стороны. Первое – это умение подстраиваться, а второе – это умение вести за собой. Вот это было бы идеально. Потому что совместное музицирование, я сейчас на примере всяких импровизаций скорее рассуждаю, оно всегда включает вот этих два процесса. Когда ты потихоньку нащупываешь вместе с музыкантом вторым, третьим пространство, и вы, бережно относясь к тем звукам, которые каждый из вас создает, пытаетесь создать общую картину, в которой каждому есть место. Соответственно, в какие-то стадии некоторым людям надо брать на себя инициативу и чуть больше продавливать пространство, вести линию, на которую другие музыканты могут опереться. В какие-то моменты нужно эту власть отпустить и опять почувствовать общее поле, передать другому. То есть это на самом деле очень крутейший процесс. Максимально крутой учиться взаимодействовать. Причем оно абсолютно по-разному ощущается не только от людей, но и от сферы. С флейтистами у вас один процесс возникает, с теми, кто играет на хэндпане другой, с перкуссионистами третий. Вот такой момент. И, наверное, в коллективах это максимально ценно, чтобы люди, которые, мастера, которые там играют, они умели и то, и другое делать. Ну, либо за ними закрепляются более конкретные функции, что ты ведешь, а я подстраиваюсь. Почему нет, если договоренности есть? А, и, наверное, еще какую-то новую мысль вложу. У людей бывает какая-то каша в голове по поводу навыков игры, особенно на инструментах, которые исходно позиционировались как не требующие никаких навыков, хотя это, конечно, ложь, навыки нужны, просто вопрос горизонта, в котором вы стремитесь. На определенной планке эти навыки очень минимальны, но потом, если это ваше, как бы, ну, вот прямо отдушенное, если это то, что вы любите, вы захотите развиваться, и вы будете отовсюду черпать навыки и информацию. Так вот, один из главных критериев мастерства, я о нем не говорила, но он есть, это время, время вложенное в свои навыки, как бы это странно ни звучало. Когда ты смотришь на людей, которые играют давно, которые свое время уделяют практике, они в этом дисциплинированы, то ты потом и видишь результаты. А когда ты видишь такое снисходительное отношение к инструментам, да че там, так. То ты видишь результат, да че там, так. Но кого-то и эти результаты цепляют, и в этом нет ничего такого. И попробую в одном предложении. Мастерство. Что это такое? Это аккуратность во всем, аккуратность во взаимодействии с инструментом, аккуратность в своем передвижении по инструменту, эргономичность тела и инструмента. Второй момент. Это четкое ощущение времени, в котором вы находитесь, туда же входят и ритмы и прочее. Это умение строить смысловую музыкальную идею, ее развивать, сворачивать и так далее. То есть умение играть со своей музыкальной мыслью. Умение играть с ней, делая композицию. Сделать композицию — это долгий процесс. Оно как бы не за один день делается. И умение вести музыкальную мысль вот как бы здесь и сейчас. Это импровизация. И огромный пласт, связанный с взаимодействием с другими музыкантами. Умение находить правильное место в этом процессе. В нужный момент чувствовать пространство и идти за ним. В нужный момент вести остальных. И вот такая гибкость. Гибкость во всем. Это вообще дорогого стоит. Я не знаю, кому нужна моя вот эта беседа. Но я думаю, если вы досмотрели до конца, значит, почему-то вы это сделали. Спасибо, что слушали. Мне просто хотелось поделиться своими рассуждениями. Субтитры создавал DimaTorzok. Спасибо. Спасибо.